Всем здравствуйте! 100 лет не писала на штатив, на путики. Вот сейчас сижу, мне кажется, что он слегка косо стоит. Хотя вот когда тестила, казалось, что он вроде как нормально. Я совершенно забыла, что по инициативе меня, ну вообще спинка некоторых зрителей, жаждующих, помимо АСМР, еще эти прямые эти стримы, короче, кривые стримы, я на Гуглевской привлоде поставила этот стрим типа со вчера на сегодня, на 7 часов, где-то так вечером, блин, так дико жарко, дико не хватает воздуха, хоть я с воздуха только что пришла. И, короче говоря, я совершенно забыла, что мало того, что эта привлода очень гручная, и она рассчитана чисто вот поставила, и сразу введя эту трансляцию. Я несколько раз мысленно уже говорила пи-пи, хочешь сказать долбанную трансляцию, и, откровенно говоря, слегка достала. И, короче говоря, особо досталось, что мне пришлось компьютер не выключать, несколько раз ставить, возможно, у меня лицо красное, потому что воздуха ему не хватает, и если в камень-то кто-то что-то будет вякать, то пусть вякает. Не запретишь за... Короче, в общем, вот я сейчас смотрю не на камеру, я сейчас смотрю на мониторчик, где у меня сунзаначал, тянут, стоит из игры скриншотик, короче, на типа рабочий стол. И, в общем, эта камера бедная, у меня с вечера, со вчерашнего, точнее, с дня, наверное, с середины прошлого дня она у меня включена. Гугль хром у меня тоже включен, комп у меня на ночь не вырубался, пришлось его блокировать экран несколько раз, возможно... Ну, тут у меня кот попался, я его все-таки... Вот, вот, кадр. А то некоторые вякают, где котик, будто я его сожрала, будто это сожрешь. Короче, и, в общем, я сейчас думаю, сейчас приду, побыстрому запишу этот видосик и пойду разбирать свои коробки. Фикс 2. Камера занята, если отключить эту камеру и включить ее чисто на запись, то там все, короче, отвалится. Очень недоработка гугля в этом плане. Короче говоря, не буду я больше планировать эти стримы за сутки, как кому-то там удобно. Буду делать исключительно, как удобно мне. Как хотите, так и думайте. В общем, масло фирмы, эфирное масло апельсина на зоне купленной фирмы Витотека настолько вкусно пахнет апельсином. Шикарная вообще серия. Бастил вообще вот это вот, Витотека советую. Что мне очень захотелось апельсина. Но у меня Озон прислал вчера на мыло, что у меня какие-то бонусы есть. Спасибо. Карц, когда я делала просто заказ, мне с какого-то перепугу, вместо того, чтобы не только списаться, у меня еще начислили 100 баллов этих бонусных. Спасибо на карту сбербанковскую. Вообще на этот счет сбербанковский или куда они там числятся. Плюс еще у меня там что-то от всяких разных покупок бытовых накапало. И оно мне как бы пишет. Ну, с одной стороны, нахрен мне эти баллы свалятся, сгорят и хребы снимут. Трачу только на Озон. С другой стороны, у нас каким-то чудом вообще, я вообще офигеваю. В этом районе 3 дня уже, как не сегодня, не знаю, может быть вдруг открыли. И вдруг у кого-то совесть проснулась и открыли эту аптеку, короче, закрыли аптеку. Аптека была шикарная в районе, вообще очень классная аптека была. И я еще так думала, когда я в день, когда узнала, думаю, ну вот она, значит, точнее я слышала разговор людей, что что-то такое вот где-то там-то. А потом на следующий день, и смотрю, аптека закрыта. На следующий день собралась в сад, смотрю, аптека закрыта. Думаю, ну родни, узнаем, может там выходной какой, может куда уехали, что хрен знает. А я как раз думала, вот у меня масла заканчиваются, надо бы купить в этой аптеке. И вот аптеки теперь цветочном нема. История умалчивает, кому спасибо. Ну и я, короче, залезла на озон, думаю, раз уж аптеки цветочном нема, в другой аптеке перейти, где есть масла, где нет масла, думаю, закажу-ка на озоне. Два часа прошарахалась, думала меньше. В результате сработало воздуховое голодание, дико захотелось на воздух, на улице жировка, в помещении чуть меньше, примерно так, тепло. Ну и я, в общем, сварганила себе заказ там. Марципанчика заказала, каких-то приблуд для мылоделанья, не только для мылоделанья, думаю, оно подойдет, судя по каментам, и для плиточек дезиков, короче говоря, и заказала несколько масел. А апельсина тогда охотелось, что я поперлась в магнит. Я поперлась в магнит и купила себе, вообще, подумала, куплю себе сока апельсинового. Потом думаю, о чем мне этот сок, там половина воды, половина всякой хрени. Глубно, куплю себе пару апельсинов. Купила я себе пару апельсинов. Вообще, у меня чек, не знаю, или в пакете, или на столе. Если на столе, то вам не повезлось, а в пакете, то я скажу, Era почет счастья. Увидела я зеленые бананы. Но они не совсем уже зеленые. Не знаю, может они по жаре пока не отзеленели, пожелтели, так сказать. Ведь самое интересное, что я тут что-то все бананы ела-ела, а в последнее время про них классически забывала. И с Владовским шоколадом, московским каким-то черным, их в микроволновке я уже без шкурки фигачила, как десертиком. Вот инстаграмм-то какая-то фотка была. В общем, купила себе бананы. Вчера у меня съелся винегретик. Такой классический винегретик. Есть два варианта винегретика. Абсолютный винегретик и классический. Вот у меня вчера был классический, а сегодня решила абсолютный. Сначала я после бананчиков и апельсинчиков увидела... Они прямо на меня смотрят. Сначала я думала одну взять, а потом думаю, что одну? Она на меня так смотрела. Смотрела, говорит, мне будет одиноко, если я буду одна. Я прям шопоголик, только шопоголиком продукты и вообще вещи говорят. В общем, шопоголиками говорят то, что шопоголики покупают. Я купила венегретику. Знаете, она вот так пахнет конкретно в тепличке помидорки. Если у вас есть сад или огород, то вы представляете, о чем я. Еще я подумала, что как бы, ну, зачем докупила огурчик, ну, думаю, одна помидорка венегретик уйдет, а три останутся. Есть вот у меня огурчик. Теперь вот купила я огурчик. И так как я хотела буржуйский такой венегретик, то я решила купить селедочку, а селедочку исключительно надо в подсолнечном масле. Другую я как-то не котирую. В общем, у нас тут капитан сельдь ароматная омега-3 филе кусочки масла. Когда я последний раз покупала такую селедочку капитановскую, там был капитан нарисован, другая вообще этикеточка была, ну, тоже магнитовская такая. Сделана у нас 11 апреля, живет она там что-то 90 суток, 120 суток или типа того. В общем, вот нравится она мне, короче. Что-то около 60 рублей, как была такая, осталась. И вот что, не зря, как бы это, микрорайон, да, и, соответственно, магазин чуть меньше, но я в нем все равно блужусь. Я долго искала. И все же нашла этот отдел. Хотя, что бы там искать тогда, ладно бы. Короче, зеленый горошек из сговых сортов овощей по речи. Изготовлено из натурального горошка с уникальных полей Ростова-Великого. В магазине прочитала Россия. Ну, Ростов-Великий у нас в России же находится, да? Слушайте, Ростов-Великий, это же Ярославская область. Я забыла, что у нас есть тот Ростов-на-Дону большой такой, все никак не дают, хотелось бы когда-нибудь. И есть Ростов-Великий, который уже совсем маленький. В общем, ну что, Ярославская область. Поддержи, так сказать, местное производство. 45, что ли, или как-то так, Ре. Я сначала хотела купить с ключом, а потом подумала, с ключом. Большая, потом хотела с ключом маленькую, потом подумала-подумала, что-то вообще есть. И увидела это. Вспомнила, что я уже нашла, шила. Те, кто не в курсе, как я открываю такое, посмотрите видос, где Лёля приготовляет, приготовляет. Варгай, короче, куриный супчик из курицы, которая в консерве. Только при этом будьте не слабонявными, потому что Лёля открывает так это, специфически, с кишилом и фиговиной. И, в общем, вот там, 200 с чем-то, да, вам не повезло, чем у меня там. В общем, вот такой у меня видос. Давно не снимала на эту камеру, вот, все-таки засняла. И, видимо, выйдет он уже не сегодня, потому что вряд ли я сейчас бы себя демонтировать, потому что мне так хочется свежего воздуха, свежего воздуха, точнее, ну, как бы я была на свежем воздухе, ну, хоть какой бы такой прохладненький ветерок, ну, не мать, что-то, не повезло. Всем пока! Пока!